Привет, я Эдин, и одна из моих подписчиков предложила мне, чтобы я сделала видео о работе и учебе в Израиле. Так что, если вы хотите посмотреть видео о учебе в Израиле, продолжайте смотреть. Так что, давайте начнем. В Израиле мы учимся 12 лет. 6 лет в начальной школе, 3 в средней школе и еще 3 в высшей школе. В высшей школе мы начинаем уже делать тесты на тестат зрелости. Этот тестат зрелости нам понадобится, когда мы будем поступать в университет. Если вы хотите поступить в университет, вам нужно очень хорошо учиться. Как выше у вас будет аттестат зрелости, так лучше, потому что после аттестата зрелости вам понадобится делать тест психометрии. Тест психометрии — это такой тест, как ваш ЕГЭ. Потом берут оценку от теста психометрии и прибавляют это к оценку вашему аттестату зрелости и смотрят, в какой факультет вы можете поступить, а в какой нет. В Израиле очень трудно поступить в университет. Поэтому много людей идут или учатся в колледже. В колледже плата учебная, она намного выше, чем в университете. В университете вы платите 12-14 тысяч в год, смотря сколько процентов вы учитесь. Я, допустим, учусь 100 с лишним процентов, 120 процентов, я думаю, в этом году. И поэтому я плачу 14 тысяч шекелей. Но вообще-то плата, она 12 тысяч шекелей. И в колледжах плата, она может быть или 30 тысяч шекелей, или 45 тысяч шекелей. Но туда легче поступить. Так, на какой же факультет очень-очень трудно поступить в Израиле? Это факультет медицины. Оценка от психометрии, она идет между 350 до 800. 800 это самая высокая оценка. И чтобы поступить на факультет медицины, вам нужно перепрыгнуть 720 оценку. Так что это очень-очень тяжело. И люди, которые не могут это сделать, или не хотят даже пробовать это делать, то у них есть другие опции. У нас очень принято идти и учить медицину в Восточной Европе, в Румынии, в России, или в Унгарии. Или в Италии. В Италии очень принято у нас учиться, потому что в Италии вы платите только 1000 евро за год учебы. Очень легко поступить туда. Вам только надо выучить хорошо итальянский. И для этого посольство Италии помогает этим ученикам. Конечно, это стоит денег, это стоит 15 тысяч шекелей на курс, чтобы выучить итальянский в посольстве. Но вы можете еще учить это на английском. В Италии есть два способа, или итальянский, или английский. Если вы низкосоциальный слой, и у ваших родителей нет так много денег, если они обычные люди, которые работают для минимальной зарплаты, то вы тоже можете получить стипендию в школе. Все, что вам надо сделать для этого, это подать просьбу и показать им, сколько ваши родители зарабатывают деньги. И если вы работаете, то это тоже хорошо для этого, потому что они видят, что вы не лентяй, и вы тоже работаете для этого, и они вам дадут стипендию, хоть и не всю, может быть половину, но 80 тысяч шекелей это тоже хорошо, когда вам остается платить только 6 или 4 тысячи шекелей. И у нас в Израиле есть 4 университета, есть в Белгрешеве, нет, есть больше. Есть университет Бен Горион в Белгрешеве, есть университет Тель-Авив в Тель-Авиве, есть университет Хайфа и есть университет Иврит, я не знаю, как на русском это сказать, но это в Иерусалиме он находится, очень хороший университет. Итак, в каждом городе у вас есть, в каждом большом городе у вас есть университет, потому что Белешеве, Хайфа, Тель-Авив и Иерусалим, Иерусалим, самые большие города в Израиле. Семестр длится 3,5 месяца, вы должны учиться 22 часа в семестр, и иногда больше. Я учусь в этот семестр 36 часов, но это мне поможет в следующих годах, и в следующем году я, может быть, буду меньше учиться. Как проводится учеба для высшего образования в университетах и в колледжах? Есть такие курсы, у которых есть принудительное посещение. И это значит, что вам можно, допустим, в семестре только 3 раза не прийти на этот урок. И если вы пропустили больше, чем 3 раза, то вас выкинут от этого курса и скажут, что вы не можете получить оценку, и так деньги улетели на этот курс. И вам надо будет этот курс заново делать. Если этот курс, он принудительный тоже, потому что есть курсы, которые принудительные, и у вас есть обязанность сделать этот курс. Это как позвоночник в вашей степени, у каждой его факультета это другой позвоночник, и есть курсы, которые вы можете выбрать. Есть много курсов, и вам говорят, из-за этого вам надо 5 курсов, допустим, выбрать. Вы выбираете самые, что вам очень-очень нравится. Вообще-то я могу сказать, как студентка, что мне очень нравится учиться в университете. Это очень хорошая рамка, такая для твоей жизни. Там ты встречаешь всяких людей разных. И это очень классно учиться. Это очень... Это очень хорошо, когда твои мозги не вянут, а расширяются, и ты всегда учишь что-то новое и новое. Я люблю сидеть в библиотеках. Я обожаю библиотеки. Я вам уже говорила сто раз, я обожаю книги. Очень-очень много-много библиотек есть у университетей. Если вы хотите, я вам сниму мой университет и вам покажу несколько. Ну, конечно, университет Лавиона огромный, там есть 25 тысяч студентов, если я не ошибаюсь. Я вам могу снять, и чтобы вы видели, как я провожу свое время. Урок длится час с половиной, и перемена между уроками, он полчаса. Так что за эти полчаса вы можете покушать, пойти в кафетерию, купить ваш любимый чай-латте и наслаждаться жизнью. Вот и все. Я надеюсь, что я все, что могла, вам рассказала о учебе. Если нет, то спросите меня, я вам с удовольствием отвечу. Ставьте палец вверх, если вам была эта информация интересная. И подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны еще. И вот и все. Я желаю вам огромной удачи в учебе, в работе, в всем, что бы вы не делали в жизни. Напишите мне свои комментарии внизу, и напишите мне, что вам еще интересно узнать. Я все для вас делаю. Я для вас сниму Луну. Спасибо за просмотр. Пока!